Всем привет! Меня зовут Таня и сегодня поделюсь с вами тем словом на сегодняшний день, которое Господь дает нам на сегодня, и также поделюсь с вами пророческим словом, которое Господь дает нам по своему обилию милости и благодати. Давайте мы с вами откроем книгу Амоса, сегодняшнее слово с книги Амоса, с 9 главы, с 11 стиха. Давайте прочитаем и посмотрим на этот пророческий образ того, что же ветхозаветный образ здесь говорит для нас в новом зрителе, что Господь открывает нам сегодня, на сегодняшний день, что Господь говорит нам. Итак, книга Амоса, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинею Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Можно с вами прочтать 12 стих. «Чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Это Господь, который совершает все это. Итак, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинею Давидову падшую, заделаю трещины в ней, разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние, говорит Господь». Если мы будем читать выше в этой главе, то мы увидим, что Бог говорит о грехе народа израильского. Из чего можно сделать вывод, что разрушение скинеи стало последствием греха и непослушания народа. И здесь в Ветхом Завете Господь говорит, что он разберется с грехом, наказав его. В Новом же Завете Иисус уже разобрался с грехом и проклятием, приняв наказание на себя. Теперь нам остается та часть, пороческий образ которой записан в книге Амаса 9.11, в том, что мы только что с вами прочитали. То есть восстановление, утешение и украшение. Поскольку Иисус, взяв на себя наказание, разобрался с грехом, люди Божьи теперь разбираются со грехом через покаяние и святой образ жизни в благословении. Когда к Иисусу привели женщину, взятую в грехе, он не осудил ее. И я вижу в этом картину того, что всякий, приходящий к Иисусу в покаянии, получает милость. Потому осуждение должно быть и между христианами, но милость. При этом книге Амаса 9.11, то, что мы с вами только прочитали, говорит даже нечто большее. Человек, находясь на этой земле, может где-то немножко уклониться и пойти путем непослушания, зачем следуют и соответственные последствия. Но как только человек, осознав ошибку, приходит к Иисусу в покаянии, когда он возвращается на истинный путь Царства Божьего, тогда Бог берет в его ситуацию и делает то, что написано в книге Амаса 9.11. То есть он восстанавливает, заделывает трещины, разрушенные восстанавливает и устрояет, как прежде. Вместо скорби, давая радость, и вместо угнетения, триумфальный исход. Картина того же в книге Иисуса 61.3. Давайте мы с вами обратимся и прочитаем то же самое, что говорит нам книга Иисуса в 61 главе, в 3 стихе. Слава Господу, все Писание Бога вдохновенно, и мы можем увидеть это по всей Библии. Итак, 3 стих 61 главе книги Иисайи. Здесь сказано, возвестить сетующим на сионе, что вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Аллилуйя. При этом в книге Агея 2.9 говорится, что слава последнего храму будет больше, нежели прежнего. То есть это говорит о том, что Господь не только восстанавливает и утешает, но делает еще лучше. Аллилуйя, слава Богу. В этом милость нашего Господа. Поэтому этим словом, этим местописанием в книге Амаса в 9 главе в 11 стихе Господь дает нам обетование, восстановление и устроение. Утешение и украшение всего, что могло быть повреждено через отступление от путей принципов действий Божьих, принципов Царства Божьего. Мы можем взять это обетование и получить такое восстановление, утешение, украшение и триумф во всем и относительно всего в наших жизнях. Так что слава последнего будет больше, нежели прежнего. И это милость и благодать Божья в наших жизнях. И он делает и хочет сделать это в жизни каждого, чтобы явить свою славу и благость. Ведь он превращает пустыню в озеро, землю в сошу и в источники вод. Это в книге Исаа 41 главе в 18 стихе. И в этом же мы видим и принцип действия Царства. Его система направлена на восстановление, на превращение малого в великое. Пустыня в озеро, землю в сошу и в источники вод. В то время как система этого мира, она делает все наоборот. Место созидания, разрушения, место напоения, еще больше истощений. Поэтому, если мы желаем увидеть обетование, которое говорится в книге Амаса 9.11 и Исаа 61.3, исполненные в наших жизнях, нам нужно войти в Царство. Ну а кому возможно просто вернуться на пути Царства Божьего. И получим восстановление, стать источником благословения. Как сказано в книге Иэля в 3 главе в 18 стихе. Что из Дома Божьего выйдет источник и будет наполнять долину. Бог внутрь нас, мы Его храм. Поэтому из нас, и обратите внимание, что изнутри должен течь источник благословения, милости и созрадания к другим, чтобы приносить восстановление Царства Божьего. То есть то восстановление, которое приносит Царство Божье. В жизни других, отстраивая и застраивая все разрушенное и оставленное за пустение, как сказано в книге Исаии в 61 главе в 4 стихе. Это возможно и будет сделано, как я вижу, силой Духа Святого, через Его сосуды в Его милосердие, милости и благости. И в этом Его благословение. А благословение Божье это все. Аллилуйя, слава Господу. Да будет так. И теперь я с вами поделюсь тем пророческим словом, которое пришло вместе с этим словом на книгу Амаса 9.11. Итак, Господь говорит, что это время, это сезон восстановления, утешения, украшения и воздаяния моему народу. Это сезон, это время для этого пришло сейчас, говорит Господь. Поэтому теперь многое, то, что будет предано в руки Иисусу, и что уже было Ему предано, будет восстановлено. Восстановлено не в прошлой точке целостности и мира, но в 7 раз больше, как говорит нам книга Исаии 29, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что слава последняя будет больше прежнего. И это касается отношений, жизни, бизнеса, финансового состояния, здоровья и целостности в духе, душе и теле. Это то, что я творю сейчас. Это слово на сейчас. Это слово относится к этому времени, именно этому. Я ничего не делаю без того, чтобы возвестить это моим пророкам. Поэтому теперь вы будете видеть, да видеть и иметь опыт великим восстановлением, которое я приношу в мою церковь. Ведь время украсить пришло, чтобы ее сделать источником благословения и восстановления для потерянного мира. Ведь все творение ожидает откровения сынов и дочерей моих, говорит Господь. И во всем этом я исполняю и исполню все желания ваших сердец. Ведь я их туда и вложил, чтобы исполнить. Это великое время благости и благодати Божьей в действии явно и выразительно, как никогда раньше. Это последнее время, на которое было приготовлено все лучшее. Поэтому все это лучшее будет теперь являться, проявляться и исполняться в жизни моего народа. Всех, кто примет мое слово и будет идти моими путями царства. И я явлю это. Я исполню все, что я говорю. Ни одно мое слово не забыто у меня, говорит Господь. Поэтому теперь стойте, верьте или стойте верить. И смотрите на мое действие. И на то, как слово будет совершать то, для чего было послано. Ведь время пришло слову исполнится. Так же, как пришло время исполниться слову об Иисусе, так что ничто не могло остановить его рождение на земле, пришло время исполниться всякому моему слову. Поэтому это время, включая и грядущий год, будет исполнен и переполнен явлением, проявлением и исполнением слова силы и славы моей, говорит Господь. Так что ничто и никак это не сможет быть остановлено. Это то, что уже начало происходить. И будет еще в большей мере. Ведь я не зря и не просто так даю свое слово и открываю и показываю то, что открываю и показываю. Все это приходит с моей силой и помазанием Духа Святого на землю. И я говорю, что это будет исполнено. Что началось уже и набирает масштабов сейчас. Берите слово и размышляйте над ним, чтобы оно выполняло свою преобразовательную работу в ваших сердцах. Чтобы, когда я приду с проявлением, у всех хватило масла и здравости ума Христова не задавать глупые вопросы и вести себя соответственно слову и его могущественному действию. Потому что то, что оно несет сейчас к проявлению на земле в жизнях всех верных моему слову, выйдет за рамки всех представлений и ожиданий. Я же сказал, что это несравненно больше и лучшее. Поэтому позвольте слово приготовить вас, и ведь это именно в вашей жизни принимающие слово. То есть Господь обращается к нам принимающим слово. Я сказал, что время моей славы пришло, и оно пришло не для того, чтобы прийти и уйти, то есть закончиться, но чтобы становиться все больше и больше, масштабнее и масштабнее. Та волна Духа, которая еще придет на землю, будет продолжением Пятидесятницы в ее еще больших масштабах. И я уже открыл это в Писании. Откройте свои глаза веры, чтобы это видеть, те, кто еще не видят. И я явлю это, ведь я сказал это, потому что запланировал еще от начала и теперь возвращая через пророков. Примите слово, потому что слово теперь будет совершать все, все. Ведь все было словом и есть словом, и будет через действие слово сделано. Я это сказал, я это открыл, теперь ваше дело веровать. Стойте и смотрите, что делаю и творю я, говорит Господь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово, мы благодарим Тебя за Твое откровение, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам слово к назиданию и выщиванию. Мы принимаем это слово, Отец добудет нам посову Твоему. Мы благодарим Тебя за обилие Твоей милости и благодати. Твори, делай то, что Ты хочешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.